Это искусство. Так, все, последний вопрос. Победитель онлайн-тренинга. Выборчивый тренинг в Таиланде. Тот, который выполнил все упражнения онлайн-тренинга. 21 день пахал. Представляю вам дед. Вы, наверное, уже знаете, но тем не менее. Да. Привет, Алекс. Очень рад тебя видеть. Я хочу задать такой вопрос. У меня такая проблема периодически возникает, что я не всегда быстро вливаюсь в компанию. Либо какая-то тусовка парней, то есть я обычно сижу где-то с краешку, и какое-то время мы уже нормально тусуемся. Либо там компания девчонок. Как быстро научиться вливаться в тусовки? Вот такой вопрос. На самом деле то, что ты сидишь и присматриваешься к нему, это нормально. Первое правило в соблазнении в игре, это допустим, ты заходишь в какое-то заведение, и ты должен слиться с обстановкой. То есть слиться с обстановкой, ощутить себя здесь нормально, посмотреть, пристреляться, выработать некую стратегию, и дальше начинать действовать. И как-то соблазнение на мастерском уровне это не так, как здесь, допустим, во время тренинга в Таиланде, когда вам нужно отработкой заниматься. И вам надо быстро идти и делать. Но на уровне на мастерском уже соблазнение это больше похоже на охоту. Вы видели, как охотятся пантеры или леопат? Они сидят и ждут моментов. То есть ты уже все умеешь. У тебя уже все отработано. И твоя задача – сесть и выждать момент, когда сделать это максимально эффективно, быстро и так далее. И ты при этом делаешь вид, что ты не сидишь и не ждешь момента. Ты боковым зрением отслеживаешь реакцию толпы, боковым зрением отслеживаешь, кто здесь сидит в компании, смотришь, делаешь вид, что тебе на все пофигу, что тебе самому по себе здесь классно, ты тусуешься туда-сюда с друзьями, общаешься. И важно, чтобы люди не видели, что тебе что-то нужно. Ты не должен читаться по тому, что ты делаешь. У тебя может быть какая-то задача – стоять в лице в компанию, всплотнить девочку, но они не должны знать об этом. Если ты в открытую начинаешь действовать сразу, лобешник, они сразу это понимают, твои цели, девчонки, пацаны. Самый крутой уровень – когда никто ничего не понимает. То есть ты просто такой парень, ты тусуешься где-то, раз-раз, вдруг зацепился языками с кем-то. Это произошло как будто естественно, из-за какой-нибудь фигни, мелочи, контекстуальной, которая случилась. И начинаешь эту компашку обрабатывать. То есть опять же здесь, дед, тут момент такой. Ты сейчас начинаешь, чего ты не умеешь, нужна конкретная ситуация, задание такое-то, внедриться в компанию. Идешь и начинаешь делать что-то, да? Начинаешь действовать просто по элементам. Я очень много раз слышал от вас то, что мне надо чему-то научиться. И вы все ошибаетесь. Вот то, что вы говорите, там, я считаю, мне нужно тому-то научиться, да? А я вижу на практике человек, что делает. Ему надо там совсем другие вещи делать, ему надо просто больше тренироваться, и все. Больше приемов изучить ему нужно. Больше раз отработать эти приемы нужно. И нужно, как бы, больше следить за обратной связью. Это самое главное. Обратная связь. Видеть, что происходит. И с ней, и с окружающими людьми, да? Ну, это приходит с опытом. Так они не проходили еще ни лидерку, ни социального активиста. Нет, но он-то проходил уже. А мастерств был он? Нет, он проходил. Он не был на мастерском тренинге. Ну, он был онлайн, и там много чего было интересного. Так, ладно, друзья, все. Значит, открытую рамку заканчиваем. Ну что, продолжаем. Давайте, значит, сбор сейчас на вечеринку. Андрей продолжает. Все, они публикуют все. А, вы уже идете, да? Вот, все, давайте. Удачи, успехов. Точку есть, знаешь, да? Где что? Нет? Диалог был. Окей, все, ладно. В общем, смотрите. Последнее слово вам. Для того, чтобы все получилось классно. Значит, важная ваша задача на тусовке, на любой. Это сделать так, чтобы люди вовлеклись в процесс. Не вы, не вам должно быть интересно, да? А должно быть интересно и вовлечены в процесс должны быть ваши жертвы. Вот на чем мы всегда концентрируемся. То есть, жертва должна что-то делать, какие-то действия выполнять. На свидания, на тусовки, на вечеринки, где-то как-то еще, да? Если вы придете, все зажгете, это уже хорошо, классно. Но ваша задача увлечь чем-то. И вот на увлечение людей чем-то тратится основная часть времени соблазнения. Потому что соблазнение это просто увлечение, это вовлечение человека. То есть, если человек не вовлечен в какой-то процесс, да, ему неинтересно будет с вами разговаривать. Правильно, да? Поэтому ваша задача прийти сейчас и увлечь женщин всеми способами, которые вы знаете, да? Чтобы у них появилась мотивация что-то делать. Чтобы они сами разводили других людей что-то делать. То есть, например, делайте задания такие, как, например, свою девушку развести, разводить каких-то других на что-нибудь, да? Это самая простая вещь. Каждый раз вы сидите и думаете, так, ну, что у вас в голове? Как приколоться? Ее куда-то послать зачем-то, да? Разыграть кому-то, чтобы она это сделала, чтобы ей было тоже интересно. То есть, вот тогда у вас появляются люди, женщины, которые увлечены там процессом, да? И вы на них воздействуете. Все. Не надо им пытаться понравиться, да? Не надо пытаться хорохолиться перед ними. Это ни к чему не приведет. Задача, чтобы они вовлеклись в какой-то процесс групповой, да? Чтобы они начинали кого-то на что-то разводить, что-то делать там и так далее. Ну и основное – это приведение их в эту точку сбора. То есть, разделить на элементарные этапы, не слиться, за ручку каждый этап провести. То есть, от звонка, от встречи, да? За ручку провести. Если вы просто сейчас там, ну, вам уже говорили, да? Обзвоните 50 человек. Как хрен у вас что получится, да? Просто привет, приходи, там, там, встречаемся. Нет. Женщину каждый раз нужно вести за ручку. Она слетает на любом этапе. За ручку до секса, потом за ручку дальше, дальше по жизни. Все, друзья. Всем успехов, да? Жгите, чтоб все им лезть. Сегодня ваша задача, чтобы женщины захотели встретиться с вами еще раз. Понимаете, да? То есть, чтобы потом они все-таки пришли еще на какую-нибудь тусовку с нами. Все. Пока. Это было. Спасибо. 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 Продолжение следует...